Так же Всевышний Аллах приказывает нам просить прощения за тех, кто был до нас. За сахабов, за поколение, которое было после послания Аллах, за даби'инов, за праведников. Как сказал Всевышний Аллах в Коране. И те, кто пришли после них. То есть имеется ввиду мы с вами. Они говорят, то есть мы с вами. О, наш Господь, прости нам и наших братьев, которые опередили нас в вере. То есть сахаба и таби'ин. И не делай злобу в наших сердцах по отношению верующих. Вот эта дуа из-за верующей такой должен просить Всевышний Аллах. Он приказывает, повелевает нам. Сейчас давайте говорим, то есть время, когда нужно просить у Аллаха, субхану ва-та-аля, прощения. Потому что Аллах в Коране говорит. Аллах создаёт всё, что пожелает, и Он выбирает. То есть одно время лучше для какого-то действия, чем другое. Например, пятница, этот день, в этот день лучше больше делать салават. И в пятницу лучше больше делать салават, чем читать Кур'ан, например. Как сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи ва-салям. Наилучший для вас из дней. Это пятница. В этот день больше делайте салават. За меня сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи ва-салям. День Арафа. В этот день лучше делать дуа. Поэтому ночью читать лучше Кур'ан, побольше. То есть есть ма-ва-да, есть времена. Также для дуа, когда Аллах принимает. Именно времена для истигфара. Когда? Первое. После того, как человек взял омавение. То есть мы сейчас с вами быстро пробежимся. Именно времена напомним. Когда лучше делать истигфар. Времена, когда лучше просить у Аллаха прощения. После вуду, как взял омавение. Как сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи ва-салям. Посланник Аллаху сказал, тот, кто взял омавение, после этого сказал, О Аллах, ты причист, хвала принадлежит тебе, я свидетельствую, что нету Бога достойного поклонения помимо тебя, прошу у тебя прощения, Это запишется ему именно на листе эти слова, и после этого будет распечатано, то есть будет зафиксировано у Всевышнего Аллаха, Запишется, то есть зафиксируется на листе, после этого поднимется к Аллаху эти слова, И не затеряется до судного дня, возьмешь омавение, попрошу у Аллаха прощения, оно будет зафиксировано, И у Аллаху сохранено до судного дня, сказал посланник Аллаху. Второе, во время молитвы, Говори, о мой Господь, я Аллах, поистине я сам себе много навредил, сам себя притеснил очень много, И никто не прощает грехи, кроме как ты, И прости меня прощением от тебя, И прояви ко мне свою милость, Поистине ты прощающий, милосердный, Как приводит этот хадис имам Бухари, То есть в земном поклоне, О мой Господь, поистине я себя, сам много, очень много притеснил себя, Сделал себе зульм, через грехи, через ослушание, да, Никто не прощает грехи, кроме как ты, Только ты можешь простить, никто больше, Поистине ты прощающий, милосердный, В земных поклонах, Как приводит этот хадис имам Бухари, Посланник Аллаху в поясном и земном поклоне говорил, О мой Господь, ты причист от всего, Ты наш Господь, благодарим мы тебя, О Господь мой, я Аллах, прости меня, Вот эти адвкары, вот эти дуа говорил посланник Аллаха, Саллаху алейсалам, в своих молитвах, Следующее, Как закончится намаз, мы с вами, когда читаем намаз, Даем салям, первый, что говорим? Три раза, Мы говорим, Три раза повторяем, Сразу же после того, как совершил намаз, Следующее, После того, как паломники, Из Арафата, Направляются в долину Муздалифа, Как Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'Аля, сказал, После этого, Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'Аля, говорит, После Арафата, Потом направляйтесь туда, куда направляются люди, То есть в сторону Муздалифа, И просите Аллаха прощения, Поистине Аллах прощающий и милосердный, Посмотрите, братья и сестры, Только на Арафате, Целый день он делал то, Что просил у Аллаха покаяния, То, что просил у Аллаха прощения, Целый день на Арафате, Просил у Аллаха прощения, Истегфар, Но после этого Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'Аля, говорит, Как сядет солнце, То есть закончится день Арафата, Девятый день, Месяца Дзульхиджа, И вы направляете в сторону Муздалифа, Просите у Аллаха прощения, То есть только что ты просил, Опять проси у Аллаха, Субхану Ва Та'Аля, прощения.